всем большой привет сегодня будем готовить очень красивый праздничный салат рождественский вино такой оригинальный салатик станет настоящим украшением новогоднего стола берем две крабовые палочки и делим каждую из них на 2 или на 3 части также нам понадобится небольшой кусочек красного сладкого перца из этих продуктов собираем свечи в кусочки крабовой палочки делаем надрез и вставляем туда небольшой ромбик перца оставшийся перец нарезаем мелкими кусочками произвольной формы с украшением и мы закончили теперь переходим к приготовлению салата крабовые палочки нарезаем мелкими кубиками общий вес крабовых палочек 200 граммов 5 вареных яиц разделяем на желтки и белки желтки в этом салате нам не понадобятся а все белки режем небольшими кубиками такими же кубиками нарезаем очищенный от кожицы свежий огурец зеленый лук измельчаем ножом дальше высыпаем в миску стакан вареного риса к рису добавляем огурцы яичные белки крабовые палочки перец и соль на свой вкус 2-3 столовых ложки домашнего майонеза и хорошо перемешиваем теперь берем тарелку ставим посередине широкий стакан и выкладываем вокруг него приготовленный салат при этом салат слегка уплотняем затем стакан немного прокручиваем и вынимаем вставляем в салат свечи из крабовых палочек и обсыпаем всю поверхность зеленым луком а дальше берем веточки укропа и раскладываем их так чтобы максимально закрыть белые участки в завершении украшаем получившийся венок консервированной кукурузкой и кусочками красного перца в качестве снега подойдет кокосовая стружка вот и все вкусный красивый праздничный салат готов поздравляю всех с наступающим новым годом сегодня будем готовить традиционный новогодний салат шуба по-новому сначала маринуем лук нарезаем одну луковицу мелкими кубиками помещаем их в миску добавляем одну чайную ложку соли одну чайную ложку сахара 2 столовых ложки девяти процентного уксуса заливаем стаканом кипятка перемешиваем и даем постоять до полного остывания в это время чистим селедку дальше нарезаем селедку небольшими кубиками затем измельчаем пучок перьев зеленого лука 2-3 вареных яйца разделяем на белки и желтки половину белков трем на мелкой терке на этой же терке натираем все желтки и небольшую вареную морковь 2-3 вареные картошки натираем на крупной терке теперь трем на мелкой терке вареную свеклу и сразу же после нее натираем оставшиеся белки в результате белок станет фиолетовым и мы получим дополнительный цвет после чего кусочки свеклы можно убрать дальше формируем наш салат филе селедки распределяем ровным слоем по всей плоскости тарелки сверху выкладываем маринованный лук смазываем все майонезом распределяем ровным слоем картофель солим его и перчим по своему вкусу и снова смазываем всю поверхность майонезом теперь выкладываем примерно одинаковыми полосками все измельченные продукты я начала со свеклы потом положила желтки зеленый лук окрашенный белок морковку чистые белки снова свеклу желток и зеленый лук вот и все красивый праздничный салат селедка в новой шубе готов приятного аппетита сегодня хочу предложить вспомнить старую добрую закуску грибочки из яиц 150 граммов хорошо промытых и очищенных от пленки шампиньонов нарезаем произвольными ломтиками одну маленькую луковицу режем небольшими кубиками затем разогреваем сковороду вливаем в нее немного подсолнечного масла и обжариваем там лук до золотистого цвета дальше добавляем грибы солим их перчим и продолжаем жарить до полного испарения влаги на это уходит минут 7-10 огонь должен быть выше среднего готовые грибы оставляем остывать а сами переходим к яйцам делим каждое яйцо на две части так чтобы одна была меньше а другая больше затем отделяем желток от белка меньшая часть это будет шляпка поэтому выбираем для нее более ровную и красивую сторону теперь складываем шляпки подходящую емкость так чтобы они не касались друг друга заливаем их полностью горячей крепкой чайной заваркой и даем постоять 20-30 минут в это время готовим начинку измельчаем грибы погружным блендером добавляем яичные желтки перебиваем еще раз все вместе при необходимости солим и перчим по вкусу кладем примерно пол столовой ложки домашнего майонеза и хорошо перемешиваем когда шляпки хорошо окраситься выкладываем их срезом вниз на бумажное полотенце и даем высохнуть дальше берем большую часть белка плотно наполняем ее начинкой такую же процедуру проделываем с окрашенным белком и устанавливаем шляпку на ножку если шляпку связали со стороны широкой части яйца тогда ножку надо ставить на тарелку срезом вниз шляпка будет на ней хорошо держаться за счет начинки чтобы закуска смотрелось наряднее раскладываем между грибочками любую имеющуюся под рукой зелень вот и все красивая праздничная закуска белые грибы готова сегодня будем готовить красивую новогоднюю закуску елочка 250 граммов творога измельчаем погружным блендером выдавливаем у него три зубчика чеснока добавляем щепотку соли немного майонеза и снова перебиваем все блендером в процессе добавляем еще майонез только постепенно небольшими порциями пока масса не станет достаточно пластичной но вместе с тем останется густой дальше добавляем в творожную смесь горсть мелко нарезанного укропа и хорошо все перемешиваем теперь берем кондитерский мешочек с любой широкой фигурной насадкой перекладываем в него приготовленную массу и формируем будущие елочки для этого берем несладкое печенье мария или соленый крекер и выдавливаем на него необходимое количество творожной массы должна получиться фигура похожая на конус затем берем небольшие веточки укропа распределяем их равномерно по всей поверхности закуски при этом хорошо прижимаем а дальше украшаем получившуюся елочку любыми яркими продуктами подойдут зерна граната консервированная кукурузка болгарский перец разных цветов вареная морковка да и многое другое сверху елочки посыпаем кокосовой стружкой вот и все красивая новогодняя закуска готова сегодня будем готовить новогодний салат снеговик 300 граммов вареного куриного филе нарезаем мелкими кубиками 200 граммов соленых огурцов режем кубиками такого же размера по желанию огурцы можно заменить на маринованные шампиньоны 6 штук вареных яиц разделяем на белки и желтки а затем натираем их по отдельности на мелкой терке 400 граммов вареного картофеля трем на крупной терке дальше берем большую плоскую тарелку наносим сеточку майонеза и выкладываем слоями салат сначала распределяем ровным слоем курицу сверху делаем сеточку из майонеза потом идет слой из огурцов или грибов затем раскладываем картофель который сверху нужно посолить и поперчить по своему вкусу картофель сдабриваем майонезом распределяем яичные желтки снова наносим майонез и обсыпаем весь салат тертыми белками дальше из маслиной вареной моркови вырезаем детали необходимые для завершения формирования снеговичка и расставляем их в нужных местах глазки реснички щечки носик ротик и челочку вот и все новогодний салат веселый снеговик готов яркие забавные дедушки морозы создадут праздничную атмосферу за вашим новогодним столом сваренные крутые яйца разделяем на желтки и белки желтки помещаем в миску добавляем к ним соль и хорошо разминаем вилкой затем добавляем небольшими порциями майонез и размешиваем до однородного состояния полученной массой наполняем белки слегка уплотняем и подравниваем из красного сладкого перца вырезаем треугольники это будут шапочки для дедов морозов оставшийся майонез помещаем в пакет и срезаем уголок подготавливаем тарелку на которой будем подавать закуску на стол а затем делаем дедом морозов берем фаршированное яйцо с тупой стороны приделаем заготовленную шапочку вставляем глазки из черного перца носики зернышко граната рисуем майонезом бороду и оформляем шапочку такую процедуру повторяем со всеми яйцами выкладываем дедом морозов на плоскую тарелку застеленную листьями салата вот и все красивая новогодняя закуска дед мороз готова приятного аппетита хорошего всем настроения и веселых праздников если вам понравился рецепт ставьте лайк жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал